Канобу.ру представляет и готовит важный громкий анонс. Сегодня же мы делимся первой официальной информацией. Как оказалось, авторы «Ведьмака» анонсировали ролевую киберпанк-игру под названием «Киберпанк». В её основе будет лежать одноимённая настольная игра 80-х годов. Видеоигровой вариант обещает нелинейный сюжет, огромный выбор классов персонажей, оружия и продвинутую RPG-механику. И всё это во взрослой мрачной тональности. Всё это здорово, но где же анонс третьего «Ведьмака», над которым, как известно, они уже усердно работают? Не спешит делиться подробностями и Electronic Arts. Только вот журналисты всё уже разузнали. Дорогие фанаты Battlefield 3, ваша игра скоро станет платной. В сеть попал официальный документ-презентация платного сервиса Battlefield Premium для всех платформ. Из него можно узнать, что за единовременную плату в 50 евро это около 1800 рублей, игроки получат следующее. Во-первых, доступ ко всем четырём грядущим дополнениям на две недели раньше остальных. Во-вторых, эксклюзивные предметы и оружие, новые возможности по настройке персонажа и бонусные очки опыта. Наконец, будут созданы специальные турниры. Уже приготовили денюжки? Осталось дождаться 4 июня, когда премиум будет запущен. Ну и напоследок, довольно неожиданная новость из стана консолей нового поколения. Вполне возможно, что PlayStation 4 откажется от физических носителей. Новостные ленты запестрились сообщениями, что Sony ведёт активные переговоры с компаниями OnLife и GaiKai. Они предоставляют функцию облачного гейминга, когда игра запускается на удалённом сервере и транслируется на экран. Так вот, сразу несколько крупных изданий, в том числе Edge, заявили, что вероятность такого распространения игр на PlayStation 4 крайне высока. Подробности обещают на грядущей E3 с 5 по 7 июня. Анонсирована новая игра про охотника на демонов Ван Хельсинга. Новинка под оригинальным названием The Incredible Adventures of Van Helsing будет распространяться исключительно в консольных цифровых магазинах. Любимец публики Ratchet внезапно возвращается, но только для PlayStation 3 и только в цифровом формате. Новая часть под названием Full Frontal Assault выйдет в этом году. Умельцы отыскали в недрах официального сайта Dead Space пачку новых скриншотов третьей части. Согласно последнему тренду, Айзек Кларк бородат и выглядит довольно потрёпанным. Прямо как Max Payne. Diablo 3 всё никак не может справиться с ошибкой 37. Иными словами, с проблемами соединения. Только на этот раз форумы захлестнули десятки жалоб на смерть хардкорных персонажей из-за лага. А их, как известно, уже не вернуть. На «Канобу» ознакомьтесь со следующими материалами. Интервью создателями игры «Аканейра», мрачной игровой интерпретации «Красной шапочки» Американа МакГиг. Авторская колонка Максима Поздеева о том, что «Кинект» — это не так уж и плохо. Сегодня у всех клиентов «Эпик Канобу» последний шанс выиграть мощный компьютер Alienware за предзаказ Max Payne 3. Ну а завтра смотрите «Свежие итоги недели» с Петром Сальниковым. Ну и напоследок у меня для вас хорошая новость. Начиная с 4 июня на «Канобу» стартует серия материалов с крупнейшей выставки современности в Е3. Не пропустите! Всем хорошей игры! Пока!